Итак, всем привет, с вами я, Мелсик, и сегодня я хочу показать вам, как создать голосового ассистента на языке Python. Итак, поехали. Итак, для начала нам нужно скачать несколько библиотек. И первая библиотека, это библиотека Speech Recognition. Мы пишем Speech Recognition. У нас она скачивается, вторая библиотека. Это у нас библиотека PartyTSX3. И последняя библиотека, это библиотека PyAudio. Ее мы тоже успешно скачиваем. Для начала нам нужно импортировать в библиотеку Speech Recognition. И импортировать мы ее будем с помощью вот этих вот двух символов. Ну, то есть сократим ее. Импортируем в библиотеку PyTTSX3. И сразу же объясним, что Speech Recognition нам нужен для того, чтобы мы могли записывать голос и переводить его в текст. А PyTTSX нам нужен для того, чтобы текст мог озвучивать какой-то голос. Создадим переменную старт. Она будет равна PyTTSX3.init. И создадим функцию. Я назову ее Listen. r равно sr.recognizer. Также мы пишем with sr.microphone.sr.sr. И тут мы пишем print. Скажи что-нибудь. Дальше мы пишем r.pulse.sr.short. Пишем равно 1. И также r.adjustforambient.noise. Тут пишем source, дuration равно 1. Дальше нам нужна переменная, назову ее аудио. Которая будет равняться r.lifton.source. И дальше мы уже проверяем на try и accept. Тут будет переменная task. Task это уже будет наша переменная с готовым текстом. r.recognize.google. Тут наша переменная audio. language равно ru. То есть язык. В моем случае это русский язык, поэтому ru. И тут пишем lower. То есть буквы в нашем тексте будут маленькие. Ну и можем вывести наш task. Итак, значит что тут происходит. Значит мы записываем наш голос. Если 1 секунду мы молчим, то у нас останавливается запись. И вот это вот переменная task это соответственно уже будет наш готовый текст. Ну а в accept, то есть если мы промолчим например и никакой текст не будет найден, то наша переменная task будет равно нашей функции. И мы возвращаем task. То есть если у нас task будет равно какому-то тексту, то есть мы что-то скажем, то оно нам вернет переменную именно с нашим текстом. Но если мы ничего не скажем, то оно просто перезапустит эту функцию. Как-то так. Также вот тут я допустил ошибку. Тут нужно микрофон и добавить двойные скобки. И тогда все будет работать. Итак, сейчас попробую что-нибудь ему сказать. И он должен вывести то, что я сказал, в консоль. Ассистент на Python. Ну как-то так это работает. И все, что нам осталось, это чтобы оно как-то отвечало на наши, скажем так, просьбы. Для этого давайте создам еще одну функцию. Назову ее request. И в нашем запросе, в нашей этой функции, должно быть передаваться task. И давайте, например, пока in task. Если пока in task, то мы давайте будем делать так, чтобы нам голосовой ассистент отвечал прощай. Примерно текст у нас будет равно прощай. Наши переменные, которые мы создавали в начале, start, мы пишем start.say.text. То есть он будет говорить вот эту вот нашу переменную текст, start.run and void. Там, где мы запускаем нашу функцию listen, мы просто меняем ее на request. И в скобках мы пишем нашу функцию listen. То есть мы запускаем функцию request. И вот этот вот task, он равен нашей функции listen. Ну и тут делаем while true. Чтобы мы постоянно общались, скажем так. Итак, запускаем. Пока. Прощай. В принципе, вот такой вот ассистент у нас получился. Вот тут вот можно добавлять разные интересные функции. Например, можно добавить там парсинг погоды или еще что-то. И он будет вам это все диктовать. Сейчас покажу простой пример. Вот, предположим, я создал такую функцию, что при команде блокнот, он нам будет открывать блокнот. Вот с помощью библиотеки auth. Открой блокнот. Открываю ваш блокнот. Вот, примерно вот так это работает. Ну а на этом все. С вами был я, Мелсик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok